В 76-м уроке мы начали рассматривать очень важную тему английского языка – глагол. И мы сказали, что из всех глаголов английского языка мы выделяем три группы. Глаголы первой тройки, модальные глаголы и неправильные глаголы. И вот разбор мы начали с неправильных глаголов. Сказали, что их 120, сказали, как мы их собираемся запоминать. Но все глаголы за раз запомнить и нельзя. Хотя эту задачу вообще решают десятилетиями. И торопиться с делом в две недели, конечно, не нужно. Тем более, что мы не знаем вообще, еще не познакомились ни с какой теорией английского глагола. Это важно. И вот сегодня мы вернемся к закладыванию краеугольного камня. О чем пойдет речь? Мы вернулись опять к первой нашей теме и сказали, из всех глаголов мы выделяем две группы. Глаголы первой тройки и модальные глаголы. И вот тут я хотел бы остановиться подробнее, потому что в терминах, в названиях это очень важно. Как корабль вы назовете, так корабль и поплывет. И вот определиться, как мы все это классифицируем, тема, безусловно, очень важная. И вот, с одной стороны, мы предлагаем свой подход, но в то же время мы отказываемся от того, от общепринятой модели, с которой я знаком давно и не понимал с самого начала и до сих пор не понимаю. Есть такой термин, глагол «связка». Это особые глаголы, в которые входит, конечно, самый первый глагол английского языка, глагол «to be». К нему примыкают другие глаголы. Вот, хотелось бы эту тему рассмотреть поподробнее. Итак, глагол «связка» в английском языке. Это глагол, который соединяет подлежащие с дополнением. Точка. Ну, сразу комментарий. Определение очень расплывчатое, потому что практически любой глагол, переходный глагол, соединяет подлежащие с дополнением. Дедушка читает газету. Собака грызёт кость. Вода точит камень. Все эти глаголы соединяют подлежащие с дополнением. Предложение, содержащее глагол «связка», строится по следующей схеме. Подлежащее, затем глагол «связка», а затем дополнение, которое даёт информацию о подлежащем. Это что-то дополняет, но ясности полной не становится. Ну и попутно прочитаю. Иногда такие глаголы, глагол «связка» называются «связочные», и глагол «связка» не описывает какое-либо действие. Как раз это противопоставляет. Глаголы «связки» и глаголы, которые выражают действие. Далее теория развивается так. Из всех глаголов выделяются три глагола, которые всегда являются связочными. Тоже тройка глаголов. Какие это глаголы? Глаголы «to be» – «быть», «to become» – «становиться» и «to seem» – «казаться». Но отметим, с глаголом первой тройки совпадает только глагол «be». Пример. «He became thin» – «он стал худым». Так вот, есть три глагола, которые всегда связочные, но есть ещё глаголы, которые способны быть как глаголами действия, тут пропущен глагол быть, так и глаголами связкой. Таких глаголов достаточно много. Я вот привёл перечень, а потом оказалось, что перечень неполный. Можно добавить ещё и такие глаголы. Как тут сказано, как определить, какую роль он выполняет, является связкой или глаголом действия. Принцип такой. Для того, чтобы определить, является он глагол «связка» или не является, можно его поменять на глагол «to be». Если после такой замены предложение будет иметь тот же смысл, тогда это глагол «связка». Какие приводятся примеры? Глагол «эпе» – «казаться», «фил» – «чувствовать», «гроу» – «расти», «лук» – «выглядеть», «пруф» – «доказывать», «remain» – «оставаться», «smell» – «пахнуть», «sound» – «звучать», «тейст» – «пробовать». И вот как пример одного первого глагола «эпе» – «казаться», «he appeared right», «he appeared suddenly». И вот первая фраза «he appeared right», «он оказался прав», говорит, что это связка. Почему? Потому что можно сказать «он был прав». «He appeared suddenly», «он появился внезапно». Вот это глагол «действие», «появляться». Вот такое даётся нам разъяснение. Как отличать? И сразу после этого возникает вопрос, а зачем вообще нужно отличать? Связка – это глагол или это глагол «действие»? Ответ – совершенно ни для чего. И вот мы сказали, что у глагола «связка» нет главного. Он никак не выделен грамматически. Для него не написаны никакие особые правила. Скажем мы, что это глагол «связка» или скажем, что это не глагол «связка», правила одни и те же. Вот совсем другое дело – глаголы первой тройки. Для глаголов первой тройки написаны особые правила. И вот мы возвращаемся к этой страничке. Можете пересмотреть теми шестой урок. Когда мы начинали тему глагол, мы сказали. Вот они наши глаголы первой тройки. Наш краеугольный камень в основе английского глагола. Какие-то глаголы. Это конкретные глаголы. «to be» – глагол «быть», «to do» – «делать», «to have» – «иметь». И для них написаны совершенно свои законы. Вот это важно. Они выделены из всех. Чем они выделяют? В английском языке, в отличие от многих, от русского, испанского, итальянского, в которых к любому глаголу мы можем добавить частицу «не» в настоящем, прошедшем, будущем и сразу получим отрицание. Так во всех языках, кроме английского. В английском отрицательную частицу «not» первое добавляют ставить не перед глаголом, как, скажем, в русском языке, а после глагола. Это раз. Это просто. А вот совсем не просто то, что в английском языке эту отрицательную частицу можно добавить далеко не ко всем глаголам, а только к избранным. Так что же это за глаголы? Так вот это глаголы первой тройки, вот эти «be», «do», «have» и плюс к тому еще все модальные глаголы, все восемь модальных глаголов. О них разговор впереди. Вот это главное принципиальное отличие. И второе важное отличие. Эти глаголы выполняют особую роль. Они, предложения только они, могут быть или смысловыми, и тогда они переводятся, или вспомогательными. Глаголы первой тройки. Кто туда входит? Входит, собственно, конкретно, в отличие от глагола «связка», где эта группа очень размыта, не определена, количество их не пересчитано. Глаголы первой тройки. И ответ «Сколько их совершенно конкретно?» Их три. Не больше и не меньше. Для них написаны особые правила. Какие правила? А дело в том, что глаголы первой тройки только они обладают таким свойством. Они в предложении могут быть или смысловыми, или вспомогательными. Они участвуют в образовании различных времён. Потом познакомимся. Здесь в английском языке страдательный залог, действительный залог, времена continuous, simple, perfect. Каждое время несёт какие-то смысловые свои оттенки, и в образовании этих времён участвуют именно эти три вспомогательных глагола. Продолжение следует...